Всем привет! Вы на канале DP Labs, меня зовут Иван. И сегодня я отвечу на некоторые вопросы, которые задавали подписчики под прошлым видео. А пыли эта мембрана бояться не будет, точнее не мембрана, а статоры конденсатора. На самом деле пыль туда будет попадать, но это не сильно критично. Почему? Потому что сами по себе статоры изолированы, то есть изоляция выдерживает напряжение даже при прямом контакте. То есть у нас положительный потенциал на мембране находится, нейтральный потенциал на самом статоре. И даже если мембрана приблизится вплотную к статору, то никакого пробоя не будет. То же касается и влажности. То есть если условно говоря в местах крепления, там где у нас изолятор отделяет мембрану от статора, попадет, ну пусть даже какая-то жидкость, то это не приведет ни к чему такому отрицательному и негативному. Потому что опять же статоры хорошо заизолированы. Как с водой, пылью и температурными перепадами дружат такие динамики? Ну частично я на этот вопрос ответил в прошлом вопросе. Температурные перепады совершенно не влияют никак. То есть если вы не собираетесь греть их феном под 100 градусов или 150, то все с ними будет в порядке. Не ослабляется ли мембрана со временем? Нет, не ослабляется. Лавсан сам по себе или ПЭТ, это если по-русски говорить, это такой полимер, который очень хорошо выдерживает механические напряжения. То есть условно говоря при изготовлении, когда я натягиваю мембрану с определенной силой, это натяжение сохраняется долгие годы, она не ослабляется. Вот поэтому не стоит переживать. Вопрос жизни лавсановой мембраны. Да, еще и с покрытием. Сколько часов суток лет? Ну, отчасти тоже на этот вопрос уже отвечено. Жизнь лавсановой мембраны довольно длительная. Вот по поводу покрытия, да, в принципе неплохой вопрос. Сколько часов суток лет? Используют разные покрытия поверхности мембраны. Кто-то использует вообще токопроводящее покрытие в виде напыленного алюминия, хотя это не совсем верно. Мы используем высокоомное покрытие, причем этот рецепт долго разрабатывался и прошел проверку временем. У меня есть несколько панелей, изготовленных 5 лет назад, и они до сих пор нормально работают. Наше покрытие, токопроводящая способность нашего покрытия не меняется при изменении влажности воздуха, поэтому насчет этого тоже не стоит переживать. Ну и физически она неплохо держится за поверхность, поэтому, в принципе, говорю, что есть звукоизлучатели, которым 5 лет, и они совершенно не деградировали. Вот еще вопросик. Постоянно калибровать надо такую колонку? Да нет, зачем ее калибровать? Она получает свои характеристики во время изготовления, скажем так, и поэтому калибровать ее не нужно. Если с ней все будет в порядке с точки зрения механики, если ее от колена не гнуть, то все будет хорошо. Могут ли две мембраны работать на биениях, то есть, например, на 30 кГц с модуляцией на слышимых частотах? Понятно, речь не о качественном воспроизведении музыки, а о направленной подаче, например, речи. Ну, я в эту сторону не смотрел, хотя я такие эксперименты проводил. Если я не ошибаюсь, на Ютубе были такие видео, в которых человек демонстрировал массив из ультразвуковых излучателей, которые сами по себе направлены. И там происходит некоторая модуляция этого сигнала высокочастотного, что приводит из-за некоторой нелинейности в воздушной среде, возникают в слышимом диапазоне, ну, у человека в ухе, скажем так, возникают ощущения звукового характера. Я пробовал это делать на электростатах, но на самом деле я не был удовлетворен результатом нисколько. То есть эффект очень слабый. Скорее всего, те пьезокерамические звукоизлучатели, которые использовались в тех видео, если мы говорим про одно и то же, они, по всей видимости, имели гораздо большую мощность, и там эффект будет гораздо более выраженный. Ну и второй момент, что действительно ни о каком качественном звуковоспроизведении речь так не идет, потому что там довольно сильные нелинейные искажения, которые, может быть, и можно было как-то компенсировать, но я не задавался такой цели ввиду отсутствия такой необходимости. А зачем для электростатики стандартный звуковой усилитель? Разве нельзя сформировать высокое напряжение с помощью управляемого звуковым процессором ШИМ-преобразователя? Ну да, с одной стороны можно, и я даже проводил такие эксперименты. Один из первых усилителей, Direct Drive, который высоковольтный, он у меня работал как раз-таки на принципе широтно-импульсной модуляции. Точнее, там была не широтно-импульсная модуляция, а посложнее. Там была мультибитная дельта-сигма модуляция на несущей частоте 192 кГц. Так делают цифровые усилители некоторые производители микросхем. Результат, который я получил, он, ну, скажем так, перспективный с точки зрения эффективности. То есть, да, этот усилитель не греется, но там очень большие вопросы по поводу линейности и качества звучания. Если мы работаем на небольших напряжениях, там, ну, десятки вольт, может быть, под сотню вольт, то это все будет работать. А когда у нас напряжение несколько киловольт, то очень сильно сказываются паразитные параметры и печатной платы, и проводников. То есть, нужно заморачиваться с трассировкой более грамотной, чтобы, условно говоря, ключи открывались правильно. Амплитуда очень большая. Вполне вероятно, что, может быть, и будет такая реализация сделана, но пока что я ее не осилил. Они пробовали с зонированием поляризующего потенциала управлять диаграммой направленности и пространственной частотно-фазовой характеристикой. Дарю идею, в пределе можно настроить излучатель под помещение так, как ни одна система подобные настройки сегодня не может. Здесь как-то этот вопрос можно по-разному воспринимать. Не совсем он так прозрачно задан. Если вы говорите про большое количество так называемых фазированные излучатели, то есть, когда у нас массив из большого количества однотипных звукоизлучателей, на которых мы вносим некоторые задержки в сигналы, или таким образом формируем диаграмму направленности, необходимую нам как в фазированных антенных решетках, то да, я на эту тему думал. Эта система довольно сложна в реализации, даже не с физической точки зрения, то есть принцип понятен. Здесь вопрос больше в вычислительных мощностях и в стоимости такой системы, потому что, понимаете, на каждый звукоизлучатель такого рода, или на каждый сегмент такого звукоизлучателя потребуется отдельный усилитель, то есть, чтобы эта матрица работала. И еще на каждый отдельный усилитель потребуется отдельная, ну, нужен ДСП-процессор, который бы на лету мог бы создавать необходимую диаграмму направленности с разными кажущимися источниками звука и тому подобное. Ну, то есть физически это реализуемо, но вопрос, насколько это финансово оправдано, то есть это такой прям утопичный такой проект. Хотя такие мысли у меня были, я на эту тему размышлял. А что если на статоре при креплении сделать отступ, чтобы не влиять на мембрану по краям и тем самым избежать момент резонанса между центром и краями, так сказать, сделать подушку подвешивания. Вообще-то отчасти этот принцип и реализован у меня тоже, как это работает. То есть я так понимаю, что человек задался вопросом о том, о чем я говорил в прошлом видео, что мембрана закрепленная за края имеет явно выраженный резонанс, потому что волна отражается от краев. Ну, то есть в центре она не закреплена, по краям закреплена и вот оно отражается. Если подойти к этому вопросу в луп решение, то есть, условно говоря, у нас статоры, например, небольшого размера, а мембрана закреплена где-то гораздо дальше, да, то есть у нас сила прикладывается только к центральной части, то это, ну, просто громоздкая и физически, так сказать, ну, сомнительная реализация. Например, вот в этих панелях, где используется акустическая линза для расширения диаграммы направленности, отчасти этот принцип реализован, но он реализован немножечко по-другому. Дело в том, что проницаемость этой акустической линзы, она меняется с, ну, то есть в центре проницаемость максимальная, а с краю там уже проницаемость гораздо меньше. На самом деле эта линза, она рассчитана как-то на распределение по гауссу, то есть есть максимум в центре со спадом на краях, по краям, там мембрана гораздо больше задемпфирована этой линзой. И это тоже, как бы, сказывается довольно благоприятно на звуке, хотя это и не является... Что это такое вообще? Это поезд едет. То есть отчасти этот принцип у меня реализован в некотором смысле, хотя и не так, как здесь предлагалось. Хотя в целом, конечно, можно было бы какие-то сделать по краям мембраны, демпфирующие какие-то вставки, но опять же вопрос, как их там приклеивать, чтобы оно не шуршало, не дребезжало, то есть потому что малейшие какие-то механические дефекты, они приводят к тому, что к слышимым таким ощутимым искажениям звука. Почему бы не использовать ламповый усилитель? Там ведь выход перед выходным трансформатором высоковольтный. Причем это писал не один человек, это несколько человек писали один и тот же вопрос. Да, можно использовать усилитель. Некоторые берут усилители типа push-pull, у которых по две лампы на выход, и, собственно, к этим лампам противофазным подключают статоры звукоизлучателя. Это будет работать. Но лампы это уже прошлый век, извините. Они греются, они не дают никаких преимуществ перед транзисторами. Ну, то есть угрохать несколько десятков ватт в накал. Это можно реализовать, это даже реализовывали, но мне этот путь не интересен, потому что транзисторы гораздо лучше с этим справляются. Почему нет? Подскажите, для низких частот хватает ли амплитуды движения между сетками? Точнее, какой ход мембраны возможно сделать на электростатике, чтобы получить частоты ниже 90 Гц? Или с увеличением зазора эффективность системы снижается? С увеличением зазора эффективность системы не снижается. Смотрите, мы могли бы сделать электростат с расстоянием сантиметр плюс сантиметр по 10 миллиметров. И эффективность этой системы была бы такая же самая, как и миллиметр плюс миллиметр. Но для этой системы потребовалась бы гораздо большая амплитуда по напряжению. То есть мощность мы в панель заводили бы ту же самую. Но просто даже в моей системе используются зазоры полтора плюс полтора миллиметра. В некоторых случаях я пробовал 2 плюс 2 миллиметра, но 2 плюс 2 миллиметра это уже перебор. И, соответственно, получается так, что даже полтора плюс полтора необходимо, чтобы нормальный чистый громкий звук был, необходимо несколько киловольт напряжения. Если мы это увеличим до 10 миллиметров, нам потребуется 100 киловольт. И, соответственно, цена таких усилителей... Я даже об этом думать не хочу, потому что в целом, где-то мысленно выше 15 киловольт я подниматься не хочу. Потому что там начинает уже все... На 10 киловольтах просто любой проводник, на котором есть потенциал 10 киловольт, он уже начнет озонировать. Коронный разряд появляется очень легко. То есть это повышенные требования к изоляции. Ниже 10 киловольт еще можно, так сказать, на некоторые вещи закрыть глаза. Здесь в другом состоит вопрос. Условно говоря, оптимальное соотношение зазора между мембраной и статором нужно выбирать, исходя из необходимого решения задачи. То есть чем ниже нужна частота, тем нужно больше делать зазор между статорами. Но, соответственно, тем больше потребуется амплитуда напряжения. Соответственно, если мы работаем в средне-высокочастотном диапазоне, или так, в мид-бас, середина-высокие, то, в принципе, можно даже уменьшить зазор до 1 миллиметра. И это, наоборот, увеличит громкость и снизит необходимое напряжение на выходе усилителя. И, соответственно, все будет нормально работать. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. На комментарии, может быть, я еще буду в дальнейшем отвечать. Всем пока. Забыл прочитать. А что у вас за часы на руке? Ну, Apple Watch. Apple Watch у меня часы. А если серьезно, в том видео было, это такие часики с Алиэкспресс, часы с открытым исходным кодом на STM32, по-моему, они. Вот. Прикол в том, что они с этим, с чернильным дисплеем. Мне очень понравилось. Хотя я их заказал, они мне пришли, я в них вообще еще не разбирался. Просто так, ну, они прикольные. Прикол в том, что они с этим, с теми, с теми, с теми, с теми, с теми, с теми. Прикол в том, что они с теми.